Жильцы нескольких квартир 9-го дома 9-го микрорайона в этом году столкнулись с серьезной проблемой. После осадков на стенах появились потеки и плесень. У одного из жильцов под обоями скопилась вода. Бытовую технику пришлось отключить, чтобы избежать замыкания проводки. С первой жалобой в управляющую компанию «Жилкомсервис» собственник обратился в июне. На место выезжал по первому обращению дежурный сантехник, я так понимаю, который сказал, что делаю в швах этих межпанельных и уехал. В течение июня собственник квартиры ждал, что управляющей компанией будут предприняты меры по устранению причин протекания межпанельных швов. Однако этого не произошло. С повторным обращением Алексей отправился в «Жилкомсервис» 10 августа. В очередной раз безрезультатно. От безысходности жалобу направил в жилищный надзор и прокуратуру. Добиться вообще хотим того, чтобы узнать, куда вообще обращаться по устранению таких проблем. Потому как непонятно, что вообще делать и куда идти. С просьбой помочь разобраться в ситуации, собственник квартиры обратился на телевидение. В управляющей компании нам ответили, что 9 и 7 дома, расположенные в 9 микрорайоне, считаются проблемными. На инициативу управляющей компании выйти на собрание и сообщать, решить важные для дома вопросы, из жильцов откликнулись единицы. Собственникам данного дома была дана уникальная возможность за счет бюджета округа решить эту проблему. То есть выполнить капитальный ремонт на доме. К сожалению, собственники не захотели принять участие, не проголосовали, не хотели даже выйти и решить свою судьбу. Из 90 квартир на собрание пришло не более 15 человек, отмечает Виктор Роман. На встрече были озвучены все виды работ, которые требуется выполнить в доме, чтобы избежать проблем в будущем. Специалисты управляющей компании также довели до сведения граждан, какой ремонт был произведен. Кроме озвученных, у этого дома есть еще серьезные проблемы, причиной которых являются нарушения, допущенные при строительстве. Мы вам можем показать, дать фото, видеоматериалы. Это угрожающая ситуация, когда блоки выпадают. Это, конечно, нарушение строительства. Это первое. Второе. Что сделано? Нами израсходовано и фактически мы взяли в долг очень много материалов. Это кровельный материал. Замена кровельного материала произведена частично, как и ремонт межпанельных швов. Тем не менее, это позволило устранить проблемы в большей части квартир. Средства управляющей компании на 9-й дом исчерпаны, отмечает Виктор Роман. Задолженность по дому составляет более 300 тысяч рублей. Собственники задерживают оплату коммунальных платежей из-за отъезда в отпуск, а некоторые вовсе не интересуются судьбой дома из-за того, что сдают квартиры. При этом, не исполняя свои обязанности оплачивать жилищные услуги, жильцы обращаются в управляющие компании и вышестоящие инстанции. Граждане обращаются ни туда, не надо ни в телевидение обращаться, надо ни в Гожевом Ванзор обращаться, ни к президенту Российской Федерации, ни к командующему МЧС, как у нас это делают, пишут, ни к генеральному прокурору Чайке, ни к нашему прокурору. Нужно просто выйти на лестничную клетку, постучаться к соседу и сказать, сосед, у нас проблемы, давайте соберемся и решим нашу проблему. Решить проблему, возникшую сегодня в девятом доме девятого микрорайона, жильцы могут, проявив активную гражданскую позицию. Со своей стороны управляющая компания совместно со специалистами администрации окажут содействие в том, чтобы дом включили в программу капитального ремонта в ближайшее время. Олеся Тугалукова, Денис Гимб, Денис Гонцов, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова